Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев. Мы сегодня с вами будем разбирать взаимодействие системы планирования и подсистемы производства DNSRP. В частности, мы затронем все те моменты, которые связаны с полуфабрикатами. Сразу хочу сказать, надеюсь, что на это время хватит. Мы немножечко выйдем за рамки вот такой обычной настройки, чуть-чуть на пользовательском уровне доработаем систему, чтобы добиться того эффекта, который мне хочется вам показать. Напоминаю, мы сейчас с вами переключимся в демоверсию. Вся наша работа будет идти в рамках вот этой самой демоверсии. Периодически я буду возвращаться в комнату вебинара, смотреть, какие вопросы задаются. Вы их задавайте, пожалуйста. Что смогу, отвечу в ходе. Что не смогу, я отвечу уже по окончанию вебинара. Включаю демонстрацию. Так, ну что, давайте. Значит, с чего мы с вами начнем? Мы разберемся с вами в связи между подсистемой производства и подсистемой планирования. Значит, давайте мы с вами сделаем вот что. Мы, во-первых, вспомним. Значит, посмотрим ресурсные спецификации. Мы с вами будем работать с ресурсными спецификациями по столу деревянному. Напоминаю, что у нас их три. Вот здесь у нас явная ресурсная спецификация, которая не включает в себя подэтапы. Я единственное что, я добавлю еще мебельный лак. Так, чтобы там было что-то. Вот. Можем мы работать с вот этой вот ресурсной спецификацией. Так, значит, можно работать вот с этой ресурсной спецификацией. Здесь у нас все то же самое, но идет ссылка на другую ресурсную спецификацию. Сюда я тоже добавлю лак. Обеспечивать материалы основные. Ну и третий еще есть внутренний полуфабрикат. С внутренним полуфабрикатом мы сейчас с вами связываться не будем. Значит, давайте мы с вами посмотрим, каким образом мы вот эту вот информацию можем использовать в подсистеме планирования. Значит, в подсистеме планирования у нас две основные аналитики. Это сценарий планирования и виды планов. Если мы берем сценарий планирования, то что мы здесь с вами задаем? Мы задаем возможность планирования под назначением. Мы задаем периодичность. Вот. Ну, управление процессом планирования мы включать не будем с вами. Значит, и вот важный момент. Обратите внимание, значит, наверное, здесь стоит пояснить. Здесь уже настройки связаны непосредственно с производством. Обратите внимание, что здесь ставится галочка расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах. Это будет влиять на возможность создания соответствующих отчетов. И обращаю ваше внимание на вот эту вот настройку. Потребность в материалах наиболее вероятная. Значит, в принципе, я уже рассказывал, что это такое. Тут могут быть люди, которые на первых вебинарах не были. Надо ли пояснить суть этой настройки. А версия? Версия у нас 2.5.6. Вот. Ой, не туда нажал, прошу прощения. Вот. 2.5.6.8.1. Так. Значит, что такое потребность в материалах? Здесь вот какой момент. Смотрите. Давайте мы с вами вернемся в ресурсные спецификации. И обратим внимание вот здесь вот на вот эту графу применения материала. Давайте я покажу, что здесь есть. Вот. Значит, смотрите. Здесь мы можем включить переключатель по умолчанию по требованию. Значит, и указать вероятность применения. Значит, вот, собственно говоря, расчеты, которые будет делать программа в планировании, они будут зависеть от вот этих вот настроек. Значит, зачем они нужны? Ну, у нас может быть, там, скажем, не знаю, вот лак мебельный. Обычный лак мебельный экстра. Ну, экстра там только по особому требованию используется. Да, там, например, может такое быть, что он там обладает какими-то особыми экологическими свойствами, не ядовитый, ну, там, для детской мебели, скажем. Вот. И в том случае, если предполагается использование в спецификации и того, и того, то тогда нам надо здесь указать обе позиции. Для одной из них задать по умолчанию, для другой по требованию и указать какие-то проценты по вероятности применения. Значит, ну, вы видите, что тут стоит по умолчанию 100, ну, может, естественно, быть меньше. Например, обычный лак 80%, а вот это вот, как я его назвал, экстра, да, это будет уже 20%. К чему это приведет? К чему это приведет? Вот этот момент приведет к тому, что программа вот эти коэффициенты, проценты использования учтет при просчете потребностей в материалах по плану. Если у нас стоит наиболее вероятное, то это значит, что вот эту вот основную позицию, обычный лак, она будет поставлена, исходя из плана, но с коэффициентом 0,8, а альтернативная, значит, которая по требованию, исходя из плана, с коэффициентом 0,2. Вот, то есть в соответствии с процентом будет приведен пересчет. И если вы берете оптимистичный вариант, то тогда у нас будет произведен соответствующий пересчет, точнее, не будет произведен соответствующий пересчет, и будет просто тупо закуплен только основной материал без каких-либо поправок. Альтернативный материал закупаться не будет. Ну и пессимистичный вариант – это закупка материалов основных полностью на 100%, а альтернативный вариант закупается с поправкой на вероятность. То есть наиболее вероятный закупается в нашем случае обычный лак, умноженный на 0,8, плюс экстра, умноженный на 0,2. Оптимистичный закупается только обычный лак, значит, без какого-либо домножения. А пессимистичный закупается обычный лак без домножения. И альтернативный, то есть лак экстра, умноженный на коэффициент 0,2. Ну вот такие вот варианты. Может, это не совсем так логично и понятно сделано, но тут уж мы исходим из варианта, как есть. У нас стоит наиболее вероятно. Это те аналитики, связанные с производством, которые у нас существуют в сценарии. Так, дайте я посмотрю по вопросам. Так, беда-беда, беда-беда-беда. Ну ладно, давайте тогда сейчас я покажу вам. Сейчас, секунду. Тогда давайте вот так вот делаем. Так, давайте. Сейчас я тогда весь экран расшарю. Так, ну что, теперь видно, да? Вот настройка сценария товарного планирования. Соответственно, вот вам настройка. Наиболее вероятно, оптимистично, пессимистично. Так, сейчас все видно? Да, хорошо. Тогда возвращаемся и идем дальше. Значит, планирование количественно-суммовое производство никак не касается. По структуру плану. Значит, вторая аналитика, которая доступна, это вид плана. Ну, здесь, в общем-то, ничего такого сверхспецифического нету. Есть оговорка по планированию полуфабрикатов, но это вы сейчас увидите. Замещающие, суммирующие – это общие аналитики, то есть они касаются того, что будет делать новый план. Он будет затирать предыдущий или добавляться к нему. Ну и, соответственно, правила заполнения действующей спецификации. Ну, на самом деле, тут вот возникали уже несколько раз вопросы, где в последних версиях основная спецификация. У кого-то вообще из вас такой вопрос возникал? Нет? Или знаете? Вот. Значит, в последних версиях немножечко изменили вот эту вот логику выбора спецификации. Теперь понятия основной нет, вот, но программа умеет высчитывать основную спецификацию не для конкретного изделия, а для конкретного случая. И вот этот вот подсчет для конкретного случая, он зависит в том числе и от даты ввода в действие спецификации. Вид плана замещает план с таким же сценарием, значит, замещает не вид плана, замещает экземпляр плана и замещает он, естественно, другой экземпляр с тем же самым видом и с тем же самым сценарием. Ну, вообще говоря, вид плана, если вы посмотрите внимательно на то, что я показываю, вид плана жестко привязан к сценарию. То есть, один вид плана для нескольких сценариев существовать не может. Для каждого сценария создается свой собственный перечень планов, видов планов. Так, ну, настройте заполнение, это как это все формулируется, формируется, для этого мы сейчас еще дойдем. Давайте мы с вами создадим экземпляр плана. Так, значит, планирование, планы производства, создать. Значит, создавать мы будем, ну, пускай на сентябрь. Вот, сценарий указываем, вид плана указываем. И давайте добавим продукцию. Да, какой он там, стол деревянный. Значит, обратите внимание, что система нам подставила спецификацию внутренний полуфабрикат. Почему так произошло? Ну, вот эта вот спецификация, она считается последней. Если мы посмотрим вот эти самые ресурсные спецификации, то мы, скорее всего, увидим, что по датам это действительно самая последняя спецификация. Так, давайте я ее включаю. Так, при прочих равных, естественно, будет браться. Так, что там я не устраиваю? Это... Что-то не указал. А, все, понял. Что не стало, давайте тоже. Вот так вот. Ну, и давайте попытаемся с вами использовать все-таки другую спецификацию. Ну, давайте вот это вот возьмем. Количество 10 штук. В принципе, больше здесь ничего не нужно. Да, мы все уже заложили. Механику формирования мы пока с вами не разбираем. План утвержден. Проводим его. Обратите внимание. Потребность в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах рассчитана. Ну, собственно говоря, это то, чего мы с вами добивались. Давайте посмотрим. Ну, нас будет интересовать потребность в материалах. Значит, потребность в материалах нам нужна древесина и лак мебельный. Потребность в полуфабрикатах. Нам показана потребность в ножке стола. Ну, и царди. Больше ничего здесь не увидели. Значит, если мы посмотрим, как это здесь выглядит. Ну, значит, основание стола и столешница. Ну, вот здесь, как вы видите, это было пропущено. То есть, перескочили сразу на следующий этап. Значит, что с этим делать, я сейчас вам тоже покажу. Значит, давайте попробуем заменить на вот это вот. Перепроведем. Рассчитали. Что у нас здесь получается? Считаем потребность. Смотрим потребность в материалах. Потребность в материалах – это лак мебельный. Смотрим потребность в полуфабрикатах. Здесь мы видим полный перечень полуфабрикатов, которые нам потребуются. Значит, здесь есть еще один момент. Вот давайте я поставлю предыдущую спецификацию. Напомню, что здесь, вот в этой спецификации, предполагается, что основание стола и столешница производится. То есть, в ходе производства будет идти автоматическая разузловка. Так, и давайте посмотрим, как в этом случае... Как в этом случае будет работать вот эта вот команда? Обращаю ваше внимание, что в этом случае формируются только, ну, как бы, дальние полуфабрикаты. Ножка стола и царга. Почему так происходит? Давайте мы посмотрим вот эту вот спецификацию основания стола. И мы увидим, что здесь стоит обеспечивать. Что это значит? Это значит, что вот эта вот столешница и основание стола, она почему-то программой не воспринимается, как полуфабрикат при работе системы планирования. Значит, почему так происходит? Ну, на самом деле, все достаточно просто. Если мы с вами пойдем вот таким путем... Так, сейчас... Давайте я посмотрю, может... Вопросов пока новых не вижу. Хорошо. Так, а, нет, что-то... Что поставляться в план будет новейшая спецификация. Вы знаете, вот вы очень хороший вопрос задали. На самом деле там еще все сложнее. Вот. Спецификация выбирается по достаточно сложным правилам, та, которая будет работать. Давайте я... Вот если будет время в конце, я об этом расскажу. Ну, на самом деле, это уже отдельная история, потому что там, во-первых, она смотрит самую конкретную, ту спецификацию, которая в наибольшей степени описывает готовую продукцию, а, во-вторых, она использует совпадения по дополнительным аналитикам, вот, которые тоже могут быть настраиваемы. Но вот это вот действительно немножечко выпадает за рамки нашего вебинара. Давайте мы с вами вернемся к планированию и попробуем... Значит, давайте я вот это вот уберу. Вот. И попробую взять... Так. Не понял. Не понял. Не понял. Вот это вот. Вот это вот. Тут вот она мне поправила период. Давайте вернемся к начальному варианту. То есть у нас стол деревянный, без явных полуфабрикатов. Здесь у нас все только обеспечивается. Тик. Так. Значит. Перепроведем. Все вроде нормально. И теперь давайте запланируем полуфабрикаты в плане. Ну вот смотрите. Здесь все как бы логично. То есть программа посмотрела, что из чего делается. И поскольку 10 штук мы должны произвести в сентябре, она на предыдущий период, это всегда будет так. Если вас смущает то, что в сентябре у нас сразу добавляется производство августа, ну, значит, вам нужно использовать вот здесь другую периодичность. Напоминаю, что это в сценарии настраивается. Делайте периодичность неделю, делайте периодичность день. Ну, тогда все будет логично. Вот. И программа запустила в август, в августе производство всего, всех тех полуфабрикатов, которые требуются для производства готовой продукции. И здесь сразу же встает вопрос. Такой не очень явный. Дело в том, что если мы посмотрим вот эту вот спецификацию, мы вот здесь не увидим, чтобы столешницу называли полуфабрикатом. Ну, то есть мы видим это в статье калькуляции, но в статье калькуляции никакой роли тут не играет. Вот. Мы можем поставить ее по своему усмотрению. Это только на отчеты будет иметь какое-то воздействие. Вот. Каким образом программа поняла, что столешница и основание стола – это полуфабрикат? Вот это вот важный момент, потому что на этом, ну, это одна из тех ошибок, которые возникают на экзамене один из специалистов по системе производства. Дело в том, что столешница, она стала полуфабрикатом, исходя из схемы обеспечения. То есть для того, чтобы программа решила, что это полуфабрикат, его надо учитывать соответствующим образом. Нам надо, чтобы у этого ТМЦ был способ обеспечения собственное производство. Вот если вы его производите сами, тогда программа будет считать, что это полуфабрикат и сможет использовать его вот в этих самых разузловках. Иначе в разузловку у вас ничего не попадет. Так, ну вот здесь понятно более или менее. Да, схема обеспечения, совершенно верно. Так, хорошо. Значит, вот теперь смотрите, проблема, которая у нас возникает. Эту проблему мне пришлось решать на одном из внедрений, которые у меня были. Значит, смотрите, мы не можем создать... Давайте я это проведу еще раз. Мы не можем с вами создать адекватную... План производства. То есть программа нас несколько ограничивает в этом. Если мы хотим получить план производства и по готовой продукции, и по полуфабрикатам, а такой вопрос иногда встает, программа нам это сделать не даст. Вот, то есть программа нам что может дать? Давайте я усложню немножечко ситуацию. У нас... Давайте еще раз посмотрим. Потребность в материалах. У нас потребность в материалах по лаку мебельному единичка. Но на самом деле у нас здесь достаточно простенький вариант. Но на самом деле лак мебельный, он может использоваться еще и на каких-то промежуточных этапах. Давайте я это быстро сделаю. Так. Ну, я не буду... Делать везде. Ну, вот, для столешницы, для основания стола я сейчас введу этот самый мебельный лак. Перепроведу. Так, он сейчас может не просчитать мне это все. Не просчитывает. Давайте я так вот сначала сделаю. Вот, и заново утвержден. Вот, и заново утвержден. И заново утвержден. И заново утвержден. Так. И заново утвержден. Так. И давайте посмотрим материалы. Так. Ну, материалы показаны только на последнем этапе. Давайте, чтобы нам показали все, я поставлю вот этот вариант спецификации. Ну, вот здесь появилась уже и потребность в древесине, и потребность в мебельном лаке. В древесине потребность появилась только, я смотрю, по столешнице. Так. Давайте тогда я вот это тоже поправлю, чтобы у нас был единый вариант. Основание стола. Так. Тут тоже поставлю произвести по спецификации. И здесь поставлю произвести по спецификации. Так. Вот. Тут вот у нас теперь уже идет полная разузловка. Так. Так. Такое ощущение, что она не разузловалась полностью. Нет, все нормально, все корректно. Давайте. Вот, значит, смотрите, значит, это ситуация, когда идет полная разузловка. Что мы можем сделать? Значит, если мы предполагаем с вами использование, создание плана производства полуфабрикатов, значит, мы с вами, естественно, берем вот этот вот вариант. Но ни в коем случае не проводим разузловку в соответствии с тем, значит, что я вам показывал. То есть сюда мы не включаем какие-то промежуточные этапы. Мы сейчас попробуем на основании вот этого плана производства создать, соответственно, план закупок для материалов и создать план производства для полуфабрикатов. Давайте попробуем это сделать. Мы добавим новый вид плана. Это будет план для закупок. Закупки для производства. Ну, все остальное не суть важна. Значит, заполнять мы будем по формуле. И создаем план закупок. Так, вебинар. Закупки для производства. Сентябрь. Подготовки. Заполнить товары. Значит, ну, вот здесь. Мы что можем сделать? Мы можем отредактировать формулу. Давайте посмотрим, какие варианты у нас здесь есть. Планируемый расход. Ну, вот мы, значит, можем взять план производства потребностей в материалах, например. И попробуем сформировать по нему. Проверяем формулу. Вроде все нормально. Период текущий берем. То есть сентябрь. Так, подбор товаров. Подбор товаров. Так, нет. Тут что-то она немножечко не так пошла. Значит, она... Весь ассортимент сюда нам в лимоню. Так, давайте. Еще раз. Вот это вот, значит, не по отбору, а из формулы. Вот так вот давайте. Так, ну, вот здесь она ничего не увидела. Давайте еще раз посмотрим плана производства материала. Ну, в принципе, она должна была нам что-то показать. Но показывать она не хочет. Давайте тогда мы пойдем немножечко другим путем. Я сейчас еще раз проверю. Планируем расход, дополнительные планы. Попробую вот так вот сделать. Вот не совсем это правильно, но вот что-то она капризничает. Так, ну вот здесь мы видим, что она действительно определила правильно план производства. Но вот она там не видит материала, который нам надо сделать. Давайте я еще раз проверю план производства. Да, все правильно. Давайте единственное, чего я его зафиксирую. Вчерашний день у нас. И попробуем изменить планы производства, планы производства. Потребность в материалах, потребность в полуфабрикатах. Вот так вот. Попробуем. И это не видит. Вот так вот. Немножечко не всегда логично работает формула. Так, и, значит, давайте вот так вот сделаем. Вот. Смотрите, проблема была в том, что у нас, что я не учел вот эту логику системы, она все-таки действует в своей парадигме, в соответствии с которой поставка должна быть осуществлена в предыдущий период. Значит, соответственно, она хочет, чтобы у нас поставка была в августе. Так, хорошо. Вот, значит, обращаю ваше внимание, что у нас в план закупок попало только то, что, только то из материалов, что потребуется на данном этапе. Значит, не совсем понятно, почему она с полуфабрикатами так капризничает, но бог с ним. Давайте посмотрим, как будет вести себя система в том случае, если мы изменим план производства и добавим сюда спецификацию с полной разузловкой. Тот же самый план, я его просто перезапомню. В предыдущий период, на месяц перед этим. Ну, вы видите, что, в принципе, у нас система перестает видеть даже лаг почему-то, хотя здесь, в принципе, все достаточно корректно. Значит, давайте мы с вами пойдем чуть дальше. Сейчас давайте я план производства скорректирую. И давайте мы попробуем с вами решить эту задачу немножечко другим путем. Мы с вами скорректируем вид плана и указываем, что заполняться он будет по источникам. Что это значит? Это значит, что нам потребуется ввести в программу источники данных планирования. Значит, источники данных планирования. Создаем новый источник. Значит, новый источник у нас будет какой? Плана производства материалы. В принципе, здесь типовых вариантов достаточно много. Плана производства материалы. Ну, и называться он будет так же. Значит, я просто скопирую сюда. И попробуем построить план закупок, исходя из вот этих вот источников. Закупьте для производства. Немножечко здесь тоже надо исправить. Так, настроить правила и заполнить. Ну, вот давайте мы с вами. Я включу полные возможности. Источник заполнения количества. Так, стоп. Так вот. Источник заполнения количества у нас будет плана производства материала. Вот, и значит, в настройках мы зададим смещение периода. Ну, давайте пока ставим ноль и посмотрим, что будет. Заполнить документы. Значит, здесь мы ничего не видим. Проверим. План производства у нас сделан. Он на сентябре, но он в подготовке. Вот оно что. Значит, утвержден. Проверили. И давайте вернемся к плану закупок. Оставляем те же самые настройки. Заполнить документы. Нулевой результат. И тогда мы изменяем в настройках смещение периода. Ставим минус один. Ну, вы видите, что вот сейчас он определил необходимость в появлении лака мебельного. Значит, попробуем изменить план производства. Так, значит, и посмотрим, к чему это приведет. Так, еще раз он проведен у нас. Так. Так. Ну, вот смотрите, в данном случае, когда я использовал вот этот вот вариант, у нас все раскрутилось до итогового, итоговых материалов. То есть, вот смотрите, программа, как бы мы вот здесь вот не крутились, она не дает нам доступ к полуфабрикатам. У нас задача, если вы помните, построить план производства полуфабрикатов. И вот в таком виде, ну, либо нам надо строить по потребностям, вот тогда, в принципе, все должно получиться, либо нам надо разузловывать. Программа нам дает только вот эти вот два подхода в работе. Как ее мы можем попробовать обойти? Значит, я могу отказаться вообще от самого понятия полуфабрикат в том виде, в котором мне это диктует программа. Я могу сделать что? Вот я сейчас в схеме полуфабриката вот это, собственно, производство очищу. Как только я его очищу, это уже получается уже не полуфабрикат. Увидит ли эта программа? Давайте попробуем. Ну вот, не прогружая-то на это, давайте еще раз делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА